Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наиболее распространенной формой ведения бизнеса в России является общество с ограниченной ответственностью. Почему, спросите вы? Ну, во-первых, общество довольно легко зарегистрировать. Также просто проводятся различные изменения, к примеру, смена состава участников, увеличение уставного капитала и так далее. Не нужно регистрировать акции, что обязательно в случае с акционерными обществами. Общество довольно простое в управлении, если говорить о различных корпоративных процедурах обязательных. Также несравненным плюсом общества с ограниченной ответственностью является то, что участники общества отвечают по долгам общества только в пределах вкладов в уставный капитал. Допустим, партнеры по бизнесу договорились зарегистрировать компанию и всячески вкладывать в ее развитие, вкладывать в финансы, вкладывать свои знания, вкладывать в свой труд, в общем, всячески способствовать развитию компании. И, допустим, один из этих участников также является директором общества. И даже если их доли равны, 50 на 50 или 33, 33, 33 и так далее, все равно вот это небольшое дополнение, что один из них еще и директор, дает ему вроде бы как немножко больше полномочий. То есть у него есть доступ к счетам компании, у него есть к оригиналам документов, у него есть, собственно, печать, он подписывает наиболее важные контракты и, собственно, влияет на развитие общества все равно чуть больше, чем все остальные. И в какой-то момент может сложиться впечатление, а может быть так оно и есть на самом деле, когда он подумает, что он, собственно, только он и влияет, так он и работает, а все остальные отдыхают. И, возможно, он захочет как-то соотношение долей в обществе поменять или, может быть, вовсе вытеснить своих партнеров. И для этого есть различные инструменты, юридические, законные и незаконные. И об одном из таких инструментов под названием «Размытие доли участника в обществе» мы сегодня поговорим с Ириной Талантовой. Это юрист, заместитель генерального директора юридической компании «Юрвиста». А пытать ее на эту тему буду я, Светлана Петропольская, я тоже юрист, и мне эта тема тоже знакома. И я тоже заместитель генерального директора юридической компании «Юрвиста». И так уж сложилось. Что же такое размытие доли ООО и каким способом это можно сделать? Самым распространенным способом размытия доли ООО является увеличение уставного капитала за счет одного участника или нескольких участников, или за счет третьего лица. Если увеличивает уставный капитал один участник или несколько участников общества, то доли тех участников, которые не принимают решение увеличения уставного капитала, они становятся меньше и тем самым размываются. Соответственно, если у вас в обществе два участника с долями 50 на 50 и уставным капиталом в 10 тысяч рублей, и второй участник увеличивает уставный капитал на 100 тысяч рублей, то сразу же его доля автоматически становится порядка 96% уставного капитала, а ваша доля остается всего лишь 4% в уставном капитале. Если относиться к таким вопросам невнимательно, слепо подписывать все документы, то можно остаться вот с такой минимальной долей, и просто далее вы не сможете влиять на хозяйственную деятельность общества, не сможете принимать участие в принятии каких-то решений, которые требуют большинства голосов или 2 третьих голосов, и, соответственно, ваш голос уже никакого влияния на принятие решений не окажет. Интересно, а в этой ситуации тот, у кого осталось 4%, он может, в свою очередь, тоже попытаться как-то размыть долю того участника, да внести что-то в уставный капитал? Ну, конечно, это возможно, если второй участник также не прочитает и подпишет, не глядя документы, опять же, об увеличении уставного капитала. И так они будут туда-сюда? И так они будут, да. Поэтому надо очень внимательно относиться к тому, что вы подписываете. Да я полагаю, на самом деле, в большинстве случаев все-таки, наверное, имеет место подделка этой самой подписи, да? Ну, либо невнимательность и слепое доверие к партнеру. Да, или так. Хорошо, это, можно сказать, законный способ, да, размытия доли. Ну, точнее, мы как бы сыграли на невнимательности, да, ну, как бы мы здесь все сделали по закону. А какие еще есть способы размытия доли участника? Есть еще один способ. Это не оплата доли в уставном капитале. Например, вы ее просто не оплатили или забыли оплатить в течение 4 месяцев с момента создания компании. Если в обществе два участника, и один из них еще является генеральным директором, то он может принять решение о переходе данной доли к обществу и о последующей ее продаже. Это решение можно принять сразу же одновременно. И надо понимать, что доля, перешедшая к обществу, она не участвует в голосовании. Соответственно, принятие решения остается только на втором участнике, который является и генеральным директором. Уведомлять о проведении собрания второго участника уже не надо, потому что у него уже нет доли. И, соответственно, так вы остаетесь вообще без доли в обществе. Так, еще какие-то способы есть или это все? Да, еще можно процедуру размытия доли провести при помощи реорганизации в форме присоединения и слияния. Это, наверное, высший пилотаж уже. Да, данные процедуры, они достаточно длительные, достаточно сложные, но, тем не менее, при помощи них можно размыть долю участника. Это делается при подписании договора о присоединении или договора о слиянии. И поскольку законодательно процесс обмена долей никак не закреплен, то это делается все на основании документов, подписанных участниками. То есть как они написали в договоре о присоединении или договоре о слиянии, так доли в последующем, в будущем и распределяются. И все документы, подписываемые участниками, они не заверяются нотариально, они просто простая письменная форма у них. И, соответственно, это один из способов размытия доли, но и также еще возможность для рейдерских захватов компаний. Какие-то есть риски у участников при размытии доли? Да, конечно. Ну, во-первых, как я уже сказала, они не смогут принимать полноценное участие в хозяйственной деятельности общества и принимать решения по каким-то ключевым вопросам, по которым, опять же, требуется большинство голосов для принятия решения или квалифицированное большинство голосов. Дальше вы теряете возможность получать дивиденды. То есть если раньше у вас было 50%, вы получали 50% дивидендов, то ваша доля теперь стала 5%, соответственно, получите только 5%. Ну, это, наверное, была главная цель. Да. То же самое происходит при выходе участника, когда ему вопросов. Оплачивается действительная стоимость доли на основании бухгалтерской отчетности. Соответственно, у вас уже было 50%, вы вышли, должны получить действительную стоимость доли 50%. Тут получите, опять же, там только 5%, да. То же самое при ликвидации компании. Также если какое-то имущество остается, то вы только 5% от этого имущества имеете право получить. И, опять же, если вы обнаружили, да, что у вас стало 5% доли, вы захотите эту долю продать, то, опять же, вы не сможете продать по цене доли, которая 50%, покупают у вас, у вас покупают доли только в 5%. Все, соответственно, теряется и продажная стоимость вашей доли. Вот такие риски существуют, поэтому важно следить. Важно следить. А как обезопасить себя заранее? Вот наши слушатели знают, что такой риск есть, они хотят учредить общество с ограниченной ответственностью, или у них уже есть компания. И можно ли что-то вот на этом этапе сделать для того, чтобы себя обезопасить от таких действий партнера? Да, конечно. Во-первых, в первую очередь, всем своим клиентам, которые к нам приходят на регистрацию бизнеса, мы рекомендуем одновременно с регистрацией компании, либо на любом этапе деятельности заключать корпоративные договоры между всеми участниками. В корпоративном договоре возможно прописать любые нюансы, все, что вы хотите, его можно дополнять. То есть абсолютно все, что вы хотите, все можно там прописать, все нюансы, любые ситуации, гипотетические какие могут быть, то есть все, что угодно. То есть это соглашение между участниками общества. Это не устав, это не договор о создании, это вообще отдельный документ, это новинка последних лет. Возможно, вы даже про это не слышали, но вот такой документ заключить можно. Это чисто ваш внутренний документ, но он имеет абсолютную силу в случае каких-то споров по поводу... Да, абсолютно имеет юридическую силу, и всем рекомендуем его заключать. И заключить его можно как на этапе создания, так и... Создание, да, сразу же, либо уже в процессе деятельности в любое время абсолютно. Даже если возникла какая-то спорная ситуация, вы ее разрешили, но сразу подумать о том, что лучше тогда уже точно этот договор заключить. Вот, ну что мы можем еще порекомендовать? Не доверяйте слепо своим партнерам, проверяйте все документы, читайте их, следите за оригиналами документов, чтобы печать была всегда и оригиналы в одном месте. Ирина, а если уже случилась такая ситуация, можно ли как-то все это отменить, оспорить, вот что делать, какие действия? Ну, в данном случае только обращаться в суд. С 2008 года действует концепция восстановления корпоративного контроля, защиты прав участников. Вы можете в любое время подать в суд о признании какой-либо сделки недействительной, о признании недействительными сведениями, содержащихся в ЕГРЮ, о признании недействительным решением какого-то государственного органа и так далее. Но мы рекомендуем не доводить до таких ситуаций, не экономьте на корпоративных юристах, обращайтесь к ним. Лучше профилактика, правильно? В общем, как и в любом деле, самое главное – это профилактика. Уважаемые слушатели, мы закончили обзор такой темы, как размытие доли участников ВОО. Подписывайтесь на наш канал, смотрите ролики, у нас много, очень много интересных роликов по теме корпоративного контроля ВОО, по теме создания бизнеса, по теме выбора организационно-правовой формы. В общем, ну и для частных лиц тоже у нас найдутся актуальные видеоролики. Подписывайтесь, смотрите. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»